Добрый день, Сергей Викторович. В интернете распространяется сейчас подписанное вам высказывание, вот хочу процитировать. Смотря на последнее событие, я понимаю, что Донецкая Народная Республика это скорее террористическая организация, и она никаким образом не представляет интересы русскоязычного населения Украины. Мы продолжаем выступать за федерализацию Украины, но вряд ли Россия когда-то признает независимость Донецкой Народной Республики. Насколько вот эта цитата, она верна, и как вы ее можете прокомментировать, и как вы можете охотеризовать референдум, прошедший в Донецкой и Луганской областях, и как он может повлиять на дальнейший процесс урегулирования украинского кризиса. Спасибо. Ну, то, что вы сейчас зачитали в качестве якобы цитаты из моего высказывания, это просто прямая, откровенная, ничем не прикрытая ложь. Я знаю, что ложь и полуправда, что порой хуже лжи, активно используются в ходе украинского кризиса, и самими украинскими деятелями, которые захватили власть в Киеве, и их западными покровителями, но до такой вот простенькой придумки они еще не опускались. Наверное, простого замалчивания фактов уже для них недостаточно, потому что правда все-таки себе дорогу пробивает, и этому немало способствует активная деятельность российских журналистов, которые в очень непростых условиях, порой с риском для жизни, показывают и говорят правду о том, что произошло в Одессе, какие там преступления были совершены, о том, как Одессу стремились повторить в Мариуполе, как в ходе подготовки к референдумам в Донецкой и Луганской областях использовался контингент так называемых сотен Майдана, Национальная гвардия, которая тоже была сформирована из крайних экстремистов, как использовалась тяжелая техника против безоружных граждан, гранатометы, как открывалась пальба по мирным жителям. Это все показывают наши каналы, показывают вживую, и подобных кадров вы не найдете на, скажем, таких уважаемых телеканалах, как CNN, BBC, ряд других. И здесь мы в очередной раз убеждаемся в том, что хотят установить информационную блокаду, и на фоне перекрытия объективной информации зрителям и радиослушателям запускают совершенно беспродонную ложь наподобие той, которую вы только что процитировали. В этой связи, кстати, говоря о необходимости все-таки доносить правду как минимум до тех, кто принимает решения в западных столицах, отмечу роль послов, которые работают в Москве. Я понимаю, что на Украине каналы российского телевидения просто заглушили, на Западе их стараются забить препарированием событий, которые показывают по ведущим западным каналам, но послы в Москве, конечно же, видят то, что показывает в прямом эфире российское телевидение, и убежден, что они просто обязаны те факты, которые они наблюдают вживую, обобщать и докладывать в своей столице. Иначе это будет абсолютно непрофессиональная работа. Поэтому у меня нет сомнений, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в других европейских столицах прекрасно знают о сути происходящего на Украине. Тем досаднее то, какую позицию пытаются занимать наши западные партнеры, пытаясь все перевернуть с ног на голову, и пытаясь снять с себя ответственность за действия того режима, который они, по сути дела, привели к власти, и перевалить эту ответственность на Российскую Федерацию. Думаю, что уже недолго осталось ждать, когда все большему числу объективных наблюдателей станет понятно, что эти попытки не достигают цели. Что касается итогов референдумов, которые прошли в Гонецкой и Луганской областях, как я понимаю, вскоре будут объявлены официальные результаты, но предварительные результаты уже были оглашены. Несколько минут назад распространено сообщение пресс-службы президента Российской Федерации по этому вопросу. В нем отмечается, что мы, естественно, самым внимательным образом следили за подготовкой и проведением этих референдумов, что мы отметили высокую явку населения, несмотря на попытки сорвать голосование, в том числе попытки сделать это с использованием боевиков, ультрарадикалов, с использованием армии, с использованием тяжелых вооружений против мирных граждан. Это привело к человеческим жертвам, к огромному сожалению. Тем не менее, референдумы прошли, как я уже сказал, при высокой явке, результаты будут в самое ближайшее время, как нам сказали, объявлены. И мы с уважением относимся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганских областей. И исходим из того, что практическая реализация итогов состоявшегося голосования пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов насилия, через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска. Считаем важным, чтобы такой диалог поощрялся, и будем приветствовать любые посреднические усилия, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Спасибо. Есть еще один вопрос от информационного агентства ИТАРТАС. Пожалуйста. Евгения Махалова, ИТАРТАС. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, планируется ли проведение очередной четырехсторонней встречи в Женеве по Украине? Какие на данный момент перспективы созыва этой встречи? Спасибо. Вы знаете, пока никаких новых встреч по Украине не планируется, и мы бы хотели, чтобы усилия продолжались и не тормозились, и поскорее бы материализовались в некий процесс. Почему я говорю «в некий процесс»? Потому что опять собираться в четырехстороннем формате не очень перспективно. Мы за то, чтобы на данном этапе, когда вроде бы все ключевые игроки согласны с тем, что на Женевской встрече 17 апреля были согласованы основные принципы регулирования, чтобы теперь уже не повторять пройденное, а развить эти принципы в практические действия, которые должны предпринять конфликтующие стороны. Киевские власти и те, кто не согласен с их политикой, прежде всего, юго-восточные регионы Украины. Я слышал, конечно же, заявление исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства Украины Андрея Дыщицы, слышал заявление официального представителя Белого дома господина Карни о том, что надо сохранять переговоры только в четырехстороннем формате, имея в виду, что это Россия, США, Евросоюз и представители нынешних киевских властей. Но, повторю еще раз, без подключения оппонентов режима к прямому разговору по вопросам выхода из кризиса ничего не получится. И это признают мои собеседники, в том числе госсекретарь США Джон Керри, в том числе министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер, которые выступают за то, чтобы перевести женевские принципы в русло прямого диалога между украинскими сторонами. И, кстати, эта же логика лежит в основе той инициативы, которую выдвинул президент Швейцарии, действующий председателю БСЕ Дидье Буркальтер, когда он после визита в Москву выдвинул инициативу, так называемую дорожную карту, которая расписывает шаги по организации национального диалога между представителями Киева и представителями Юго-Востока, ну и других регионов Украины. Мы убеждены, что делать это нужно как можно скорее. Жаль, повторю еще раз, что кто-то в Вашингтоне и в Киеве выступают против того, чтобы привлекать регионы к диалогу. И именно поэтому, между прочим, вопреки нашей готовности, дорожная карта, которую председателю БСЕ подготовил, не придается гласности. Это очередное подтверждение того, что Киев по-прежнему не осознал необходимость разговаривать со своим собственным народом. Я, кстати, слышал, что киевские руководители объявили о начале некоего процесса консультаций с областными администрациями, с органами местного самоуправления по тексту изменений в Конституцию. Но этого текста никто не видел. Они его обещали опубликовать на основе той такой келейной работы, которую организовали в Верховной Раде абсолютно нетранспарентно и без привлечения регионов. Они обещали опубликовать этот текст, по-моему, уже недели две назад, потом неделю назад, а сейчас уже пригласили к работе над этим текстом регионы, хотя, повторю, текста никто не видел. Не уверен, что получится сделать это в самое ближайшее время, но созвать национальный диалог на основе тех предложений, которые сформулировал председатель ОБСЕ, мы считаем крайне необходимым. И это требуется сделать параллельно с расследованием тех преступлений, которые были совершены. Это тоже, кстати, предусмотрено дорожной картой, которую продвигает швейцарское председательство. Спасибо. Я благодарю министров и завершаем это. Спасибо. 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 Спасибо.